Фермеры в Казахстане научились производить хорошую продукцию, однако до сих пор не решена проблема систематизированной ее реализации, говорят сотрудники Министерства сельского хозяйства. Переработчики и заготовители интересуются в первую очередь крупными поставками. Это не колхоз. Раньше в колхозе землю, технику, скот, надо было все объединять и отдавать на баланс этого кооператива. Сегодня же разные модели есть. Есть такие модели, когда он в принципе остается как КХ, земля, трактор, техника, все у него остается при нем. То есть он объединяется только ради того, чтобы сбыть продукцию. То есть он сохраняет всю свою экономическую и юридическую самостоятельность. В нашей области наиболее выгодны проекты по производству мясомолочной и хлопковой продукции. В конце прошлого года на базе 20 крестьянских хозяйств Тулькубасского района был создан кооператив, специализирующийся на производстве молока. Крестьянское хозяйство Адлес, в котором насчитывается 120 голов коров, объединилось 19 такими же хозяйствами. И теперь сельскохозяйственный кооператив Тулькубас все это может рассчитывать на государственные субсидии. Во владении фермеров кооперации в общей сложности 640 племенных коров. Члены кооператива при использовании мер государственной поддержки планируют приобрести молоковоз и танкер-охладитель. В конце 2016 года мы открыли в пяти районах области пять сельскохозяйственных производственных кооперативов именно по молочке, для развития молочного кластера нашей области. В пяти кооперативах общий по голове составляет порядка 2647 голов. В каждом кооперативе имеется примерно 20 членов кооператива. Специалисты утверждают, что объединившись, крестьянские хозяйства смогут повысить свою производительность, решатся вопросы сбыта сельхозпродукции и получения ветеринарных услуг.